Всем привет! Что будет, если находиться 10 дней под водой? В 2002 году Тим Яроу провел 240 часов в небольшом резервуаре с водой в торговом центре Йоханнесбурга. Это было намного сложнее, чем можно себе представить. Даже если не принимать во внимание проблемы с дыханием, человеку нужно есть, спать и, конечно, посещать туалет. Все 10 дней Яроу провел на виду у посетителей торгового центра. Для дыхания он использовал трубку, а для предотвращения попадания в воду от хода в жизнедеятельности – катетер. Когда этот безумец наконец вышел из воды, его руки выглядели по-настоящему ужасно. Хотя все это время он был в защитных перчатках, пальцы покрылись чудовищным количеством глубоких морщин. Часто можно услышать ошибочное мнение о том, что набухание подушечек пальцев связано со способностью кожи впитывать влагу и наполнять ею верхний слой клеток. На самом деле этот процесс контролирует вегетативная нервная система. Точная причина набухания пока остается невыясненной, и на этот счет есть разные мнения. Однако ученым известно, что при повреждении определенных нервов на руке подушечки перестают морщиться. Руки Тима Яру были совершенно здоровыми, поэтому через несколько дней все пришло в норму, не оставив и следа. Видимо, человеческая кожа способна находиться в воде и более долгое время без каких-либо неприятных последствий для здоровья. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А также обязательно посмотрите выпуск «Три детские головоломки, которые вводят в ступор взрослых». Ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами была Марго, пока!